Айден Мялим, еще раз здравствуйте. Добрый день, я прошу прощения за технические неладки. Бывает. Айден Мялим, в рамках поездки на деоккупированные территории глава государства отметил, что будет построена железная дорога в Нахчевань, которая соединит восточный Зангиазур с западным, а также был заложен фундамент международного аэропорта в Зангелане. Вот говоря о транспортных проектах, какие перспективы они имеют для страны региона и также для Азербайджана? Господин президент во время поездки освобожденной от армянской оккупации в Зангеландский район сделал очень много важных заявлений. И многие его высказывания сегодня активно обсуждаются в мировых СМИ, в частности в соседней Армении. Один из этих важных – это восстановление железной дороги Зангеля-Нахчеван. В советское время эта железная дорога существовала, но она действовала только для налаживания контактов отдельным регионам Советского Союза. Но на данный момент, после развала Советского Союза, восстановления государственной независимости Азербайджана, восстановление этой железной дороги имеет не только межгосударственное, но и международное значение. Во-первых, Азербайджан получает возможность восстановить свои отношения одним из своих краев Нахчеванской области. Во-вторых, это даст возможность создать очень серьезный международный транспортный коридор, соединяющий Турцию с Азербайджаном и через Азербайджан в Россию и Центральную Азию. Это возможность сократить путь доставки тех или иных товаров до данной региона. Это возможность увеличить грузопоток по данной железной дороге и создать десятки тысяч, а возможно даже сотни тысяч новых рабочих мест. Это пополнение бюджета Азербайджана. Это даст возможность Армении получить дополнительные поступления, свой скудный бюджет. Армении уже не придется просить десятки миллионов долларов тех или иных международных фондов или же государств. То есть Азербайджан дает возможность Армении участвовать в тех региональных экономических проектах, которые часто инициаторами выступают Азербайджаном. Азербайджан со своей стороны очень много делает для восстановления транспортного коридора и надеемся, что со стороны Армении к этому вопросу отнесутся довольно-таки серьезно. Даже если Армения не согласится, Азербайджан и есть варианты для соединения с Нахичеваном. И думаю, что проигрыши будут снова Армении. Надо ли это ему? Этот вопрос должен серьезно заставить задуматься армянское общество. Господин Межзазаде, вот в целом вы также коснулись восстановительных работ. Восстановление территории будет происходить в рамках реализации концепции «умные города» и «умные села». И данная концепция уже, как мы и ранее отметили, реализуется в трех селах Зенгеландского района. И все объекты на этих территориях, сел будут обеспечены электроэнергией за счет альтернативных источников энергии. Вот как по-вашему, в чем преимущество этого проекта и как он повлияет на развитие возобновляемой энергии? Думаю, что сейчас многие задумались, а не переехать ли жить в эти деревни после восстановления этих деревьев. Действительно, та перспектива, которая обещается специалистами и озвучивается господином президентом, это создание абсолютно современных, отвечающих высоким требованиям экологии, безопасности, решения социальных проблем, современности. Начинается большое возвращение на бывшую оккупированную территорию. Это не только просто восстановление деревьев, это создание абсолютно новых жилых массивов, это создание современных инфраструктур, это создание той модели, которые предлагают те или иные исследовательские центры мировым державам. Азербайджан одним из первых начал реализоваться этих проектов. Это удобные дома, это современная инфраструктура, это зеленая электроэнергия и так далее и тому подобное. Значит, защищается экология, люди живут в безопасном, во всех их понятиях среде. Есть жилье, есть дома, есть социальные объекты, предусматривание строительства школ, больниц, музыкальные школы, общинные центры и так далее. Самое главное, люди обеспечиваются работой, и в восстановительных работах участвуют не только азербайджанские компании, но и компании зарубежных стран, которые во время Отечественной войны поддерживали справедливую борьбу Азербайджана. И я думаю, Азербайджан еще раз показывает нам меру, как... оккупированные территории, и как можно по-современному восстанавливать... Спасибо большое, господин Мирзазаде. Отмечим, что о поездке главы государства на освобожденные территории, в частности, Джебрайловский-Зенгиланский район, мы говорили с депутатом парламента Айденом Мирзазаде.